Космическая гавань Байконур. Отсюда стартуют ракеты, выводя на орбиты космические аппараты. Здесь проходят предстартовую тренировку абсолютно все экипажи МКС. Сейчас в казахской степи тренируются те, кому предстоит покорить космос через несколько лет. В этих жестких условиях полупустыни выживают будущие космонавты. Подобные суровые испытания смогут пройти лишь сильнейшие. Бескрайняя степь. Полупустыня. Температура все выше и выше. Плюс 60. Сухой обжигающий ветер. Терплюбецкое, терплюбецкое, терплюбецкое. Совершил вынужденную посадку в 300 километрах северо-восточнее города Байконур. Самочувствие экипажа нормальное. А в ответ – тишина. Надежда, что услышали и быстро спасут, совсем мала. Такое уже случалось и не однажды. После долгого полета космический экипаж приземляется в нерасчетной точке. Сколько будут искать – неизвестно. А значит, надо выживать. С собой аварийный запас и вода. 6 литров. На троих. Мы в 9 часов пропустили попить. Можем сейчас это восполнить. По 40. И в 10 часов еще 40. Но это легенда учений. Однако выживать приходится по-настоящему. Выход один – победить жару любой ценой. Андрей Бабкин в этом эксперименте – командир экипажа. Действует строго по циклограмме. Знает – отступление равно провалу и даже гибели. Надо находиться возле аппарата, потому что можно очень просто остаться без средств существования, потерять последнюю воду. Мы даже здесь, под укрытием, экономим ее. А что говорить о том, чтобы совершить пеший переход? Раннее утро. Основное время для работы. Пока солнце не в зените, экипаж строит укрытие. В ход идет все. Парашютная система, стропы, ложементы. Набивая куски ткани песком, космонавты мастерят столбы. Сверху натягивают специальную металлизированную пленку. В НАЗИ, носимом аварийном запасе космонавтов, она есть всегда. В стужу спасет от потери тепла, в жару служит отражателем. Снимает температуру в укрытии минимум на 10 градусов. Самая наша главная защита от солнца. От излучения. Благодаря ему будет хорошая тень и разница температур между наружи и внутри. В пустыне с каждой минутой растет температура. Уже через час трудно дышать. Язык будто ватный, а горло пересыхает. При такой жаре разговаривать нежелательно. Это было бы весьма глупо, поскольку при разговоре происходит большое влага, влагопотеря. Ты можешь только кожу с себя снять, для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия по тепловому режиму. За два дня экипаж теряет в весе по 5 килограммов. Первый день легче. Организм охлаждается за счет выведения воды. Человек потеет. А вот на вторые сутки обезвоживание настолько сильное, что нет ни капельки пота. Поэтому космонавты лежат в укрытии и почти не двигаются. Продолжали выживать, как это можно назвать, процесс. Со стороны кажется, что он простой. Лежи себе и ничего не делай. На самом деле это не так просто. То есть до сегодняшнего времени я себе это представлял несколько иначе. Попроще. Это лишь на первый взгляд неподготовленным людям может показаться данная тренировка не совсем суровым испытанием. Ведь по большому счету выживающие космонавты разбили свой лагерь недалеко от города. Да и с наблюдательного пункта постоянно следят за их состоянием здоровья. Однако в этих степных условиях, где под солнцем 50 градусов и в горле пересыхает практически сразу, как начинаешь говорить, с ограниченным количеством еды и воды очень сложно выживать. Два раза в день в лагерь выживающих наведываются врач, психолог и инструктор. Взвесить обессилевших космонавтов, померить температуру и понять психологическое состояние. Может кто на грани срыва. Эта грань очень зыбка. Потерять контроль над собой и своим телом можно мгновенно. Это совершенно неожиданно, спонтанно возникает такое состояние. И его очень сложно контролировать. И когда человек теряет контроль, и когда он теряет сознание, в конечном итоге, это не его вина, это его беда и не его желание. Это такой момент наступил в тот момент, когда вроде бы как все было хорошо, и процесс он контролировал. Поспать получилось? Да. 12 градусов температура была? Да. Было 12 градусов в поле. Было прохладно в языках. Александр Герман. На всех выживаниях рядом с космонавтами. Учит, как вести себя в подобных условиях. Как распределить силы, чтобы здоровыми прийти к финалу испытаний. Дал совет и нам. Съемочной группе, как неподготовленным, даже кратковременное пребывание под палящим солнцем чревато. Воду пьют не так. А так? Для того, чтобы иметь максимальный эффект, воду лучше всего глоточек взял в рот и минутку погонял, потом проглотил. И так вот каждый глоточек. Чтобы всасывание идет. Попробуйте. Вот примерно так, да. И когда уже вторые сутки идут выживания, на самом деле, то, что ты ее внутрь сразу не глотаешь, а вот так вот в рот угоняешь, очень облегчает состояние. 40 граммов воды раз в два часа. В обычной жизни даже не представляешь, насколько это мало. Обязательный учет живительной влаги. В таких условиях есть не хочется совсем. Побольше бы воды. Количество равное. Так было не всегда. И вызывало конфликт внутри экипажа. В свое время отчитывали количество употребленной воды глотками. Считается, что средний глоток у человека порядка 20 грамм. Но испытатели, особенно на третьи сутки, когда уже шло испытание, начинали между собой конфликтовать по поводу потребления воды. Кто-то говорил, что вот у тебя рот больше, у тебя глоток больше, а у меня меньше, я должен больше пить и так далее. Вот после этого ввели в состав НАЗА мерный стаканчик для того, чтобы каждый мог видеть, сколько налито и сколько отпито. После такого испытания всего два пути. Или в космос, или распрощаться с отрядом космонавтов. Сорваться несложно. В условиях выживания совсем не до вежливости. Работает голова уже на износ. Работает мозговой аппарат не так, как в обычной жизни. Вот нагнетаешь обстановку сам для себя, прогоняешь всякие мысли. Человек рядом сидящий раздражает. Ты его тоже не хотел бы никогда видеть. Если он что-то еще скажет, да еще какую-то подколку, да еще какая-то шутка неудачная, а все они плоские, оказываются к концу тренировки, то готов даже пойти на преступление. За всю космическую карьеру такие испытания бывают лишь однажды. Однако навыки столь устойчивы, что, окажись в подобных условиях, космический экипаж точно выживет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok